Жители семьи, которые уже устали каждый день проходить через тёмные подземные переходы, бьют тревогу. Они обеспокоены, что в кромешной тьме в переходах с ними может что-то произойти. Также они отмечают, что через подземку проходят и дети. «Если бы было освещение, нам бы самим было спокойнее. Проходя через переход, боимся, что можем упасть. А ведь такое вполне может произойти. Но было бы хорошо, если бы вновь установили освещение». К слову, подземный переход на 72-м квартале был отремонтирован в прошлом году. Однако из-за расписанных стен и выбитому освещению так не скажешь. По словам жителей города, всё это проделки вандалов, которые орудуют здесь практически каждый день. «Данный переход постоянно без света. Остальные не знаю как. Мы идём на ощупь, пока можем. Причём до ремонта был. Но уже фонари меняли дважды после ремонта. Не знаю даже, как назвать таких людей, которые вот это делают. Слов нет». «Вообще освещение проводили весной, но недобросовестные люди всё вырвали и поломали. Думаю, это вина самих людей. Ведь они сами относятся с неосторожностью к сделанным вещам». Чтобы ответить на вопросы жителей о том, когда в подземных переходах появится освещение, съёмочная группа нашего телеканала обратилась к специалистам отдела ЖКХ. По их словам, в данных переходах освещение проводилось два-три месяца назад. На эти цели были выделены средства в размере 500-600 тысяч тенге. Из-за хулиганов ремонтные работы придётся повторить. «Буквально два-три месяца назад мы проводили освещение в этих подземных переходах. Освещение там было всего одну-две недели. После маленькие дети и подростки выбили свет, хулиганят. На самом деле это большая проблема для нас. Мы будем проводить ремонтные работы и вновь подключим освещение». Также специалист сектора благоустройства отдела ЖКХ отметила, что в октябре этого года в семьи будут подключены камеры «Сергек». Они позволят полицейскими отделу жилищно-коммунального хозяйства выявить нарушителей. Ханаджан Желкбаева призвала горожан ответственно относиться к городскому имуществу. «Хочу обратиться к жителям с просьбой, чтобы они ответственно относились к таким вещам. Если мы все будем относиться к таким вещам с осторожностью, думаю, наш семей станет красивее и начнёт процветать». Отметим, что полицейские семьи и специалисты отдела ЖКХ проводят рейдовые мероприятия по выявлению вандалов, которые выбивают лампы освещения. Но пока безрезультатно. Они уверены, что камеры «Сергек» помогут найти преступников.